26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. Управлением ФСКН России по Приморскому краю совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления общественными объединениями организована декада информационно-профилактических мероприятий. Их цель – рассказать о вреде наркотиков и показать приоритеты здорового образа жизни и активной жизненной позиции. По всему краю проводятся мероприятия по профилактике наркомании. Не стал исключением и наш округ. Анализ наркотической ситуации на территории муниципального образования стал основной темой заседания антинаркотической комиссии в администрации городского округа. В работе Межведностной комиссии по профилактике наркомании приняли участие специалисты госнаркоконтроля, представители управления образования, отдела полиции, медики. К сожалению, наш городской округ не является территорией свободной от наркотиков. Только за шесть месяцев этого года в городе выявлено 22 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Подробный анализ ситуации по наркотикам Фокина на заседании комиссии представила Елена Волкова, главный специалист и эксперт Находкинского госнаркоконтроля. Она рассказала, какие показатели позволяют объективно оценить оперативную обстановку. Первое – это распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборудования наркотиков, которая рассчитывается на 100 тысяч населения. И вот по итогам прошлого года такой показатель у нас составил 306,1 на 100 тысяч населения, то есть несколько ниже среднекраевого, который составляет 498,7. То есть здесь ситуацию можно рассматривать как просто тяжелую. Криминальная пораженность – это количество лиц, совершавших наркопреступления на 100 тысяч. Криминальная пораженность у нас составляет минимально, скажем так, 49,6, в сравнении со среднекраевым – 153,3. То есть здесь в разы меньше, нежели в целом по краю. Специалист отметила, что для нашей территории характерно активное участие молодежи в распространении и употреблении наркотических веществ. Среди привлеченных в прошлом году к уголовной ответственности преступников, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более половины – молодые люди в возрасте до 30 лет. Основной причиной возросшей проблемы, по оценке эксперта, является высокая степень доступности наркотического зелья. При этом наркомания все больше уходит в подполье, носит латентный характер. Об этом свидетельствует социологический опрос, который проводился в 2012 году среди населения через систему здравоохранения. Из них школьники, которые попробовали, 11,7% от опрошенных школьников пробовал, употреблял, употреблял. Ну и по остальным другие 7,1% составил. То есть нет у нас сегодня ни СПТУ, ни СУЗов, ни ВУЗов на территории городского округа. Поэтому основной 11,7% составили школьники. Однако среднекраевой школьники – это 7,4%. Сами опрошенные среди причин возросшего уровня наркомании называют социальное неблагополучие в семьях, моральную деградацию молодых людей, плохую работу правоохранительных органов, незанятость молодежи. Власти не остаются в стороне от проблемы. В настоящее время в нашем государстве, в целом, в Приморском крае, в частности, отводится очень большое внимание незаконному обороту наркотиков и употреблению наркотических веществ, средств. Идет постоянная борьба. У нас сегодня созданы органы в виде ФСНК. Если далеко не ходить, вчера у нас в одном из районов Приморского края ликвидирована очень большая партия, большое поле, поле коноплей. На заседании антинаркотической комиссии также обсудили меры, направленные на улучшение наркологической ситуации в городском округе. Отдел культуры планирует в ближайшее время проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией. Запланировано больше 20 мероприятий с 20 июня по 29 число. Я хочу сказать больше того, эти мероприятия запланированы у нас в течение всего года. Практически ежеквартально всеми учреждениями культуры. Вы знаете, у нас их шесть. Активно очень будут работать в этом плане Центр культуры и искусства «Спутник», Дом культуры «Восход» и Централизованная библиотечная система. Вот эти три учреждения, которые запланировали свою работу до десятка мероприятий, причем различных форм проведения. Это игровые программы, викторины, конкурсы, выставки, молодежные столы. То есть будет охвачена детская аудитория, возрастная, довольно-таки хорошо. Управлением образования на этот период намечено проведение мероприятий антинаркотической направленности для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях. Их основная цель – сформировать у ребят позитивное отношение к здоровому образу жизни, оградить юные создания от опасного увлечения.